Добрый день! Добрый день! А что у вас случилось? За что вас остановили? Да там на знак как раз проехали. А они за вами ехали? Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вы определили, что на знак какой-то проехал? Это на знак 4.2. У нас есть глаза, мы видим. И вы это в суде предоставите? А при чем? Ваши глаза. Но если человек будет обжаловать ваше постановление? Обжалуют, это его право. А вы уже начали выносить постановление? Нет, конечно. Еще нет. Стоп полис. Круче. Как делись? Надзор Харьков. Тут такая ситуация. Тут такая ситуация, на знак проехали, страховой полис отсутствует. Что-что-что? Говорю, такая ситуация, на знак проехали, но запрещали 4.2. А при чем тут страховой полис? Ну, не полис, а полис. Ну, полис. Вы закон о дорожном движении знаете? Естественно. 16.5. А вы знаете? 16.5. А вы знаете? Вы знаете, в каком случае предъявляется страховой полис? Если вы хотите, мы сейчас об этом с вами поговорим. Вам нужна же помощь, правильно, Малыч? Да, мне нужна. Конечно. Вы уже начали рассматривать дело? Или еще пока нет? Еще только идет подготовка. Можете вообще спрятать ваши документы и пусть они в кармане валяются? Идет только для развитого справа, мы оцениваем доказы. А, вы оцениваете? Конечно. А можно узнать, какие у вас доказы по справе есть? Мы общаемся с водителем. Ну, водитель доверяет мне и готов я за него отвечать. Или вам круче нужно? Вам нужно адвокатное место? А что вы так разговариваете, Дерско? Мы вам нагрузились. Не будем разговаривать, не ошибаюсь, молодой человек. Не, я вам говорю, вам нужно адвокатное место, мы можем это сделать. Нет, не нужно. Это ваше право, но... Девушка, а вы конкретно мне очень интересны стали, с вами вообще другой будет разговор. Тогда вы мне говорите. Ну, я же с вами общаюсь, правильно? Это просто с ваших уст звучит как угроза с вами. Я вам угрожал? Я еще раз говорю, с ваших уст звучит как угроза. Это вы можете расценивать и оставить при себе. Естественно. Правильно? Как и я могу оставить при себе. Да, совершенно верно. Я же вам не хамил, не грубил, не материл. Я же тоже. Как я обычно это могу сделать. Не стоит, ну зачем? Ну, вы знаете, что вообще плевать. Знаете почему? Не знаю. Можете логику включить? Почему так происходит? Ну, потому что это зависит от человека. Нет, это не от человека зависит. Это зависит от полицейского, который одевает форму и превращается в бога дороги. А я говорю, да. Я поддерживаю. У меня знакомого буквально, ему стало плохо за рулем. Дай мне просто техпаспорт, чтобы еще есть. Влезли, открыли машину, сотрудники полиции пошарились по карманам, пока ему было плохо. Вызвали скорую, его укололи неизвестно. Ну, нельзя же судить всех полицейских по одному человеку. Как раз да. Ему вы согласны? Ему поставили 130. Нет, нужно судить. Объясню почему. Объясню почему. Потому что... Вы государственная служба, молодые люди. Вы сервисная служба, в первую очередь. Правильно? Да. Молодой человек. Правильно? Конечно, сервисная служба. А вы должны все... Досканал. Как это украинство? Досканал. Вы должны быть все безупречно. От и до вообще без изъянов, ребята. Вы же понимаете, что мы тоже люди. Как вы говорите? Ладно, давайте же как бы время не затягивать. У меня первый вопрос. Да. Какие у вас есть доказы по справе? Согласно 251-й? Ни яких. 251-й, ни яких доказов. То как вы можете притягнуть особу до ответственности? Ни яких. Смотрите. Давайте я еще дальше. Можно я скажу? И у нас диалог или монолог? Где у нас диалог? Смотрите. Я доказы оценив на властный рост. А именно я сам увидел, что человек проехал на запрещающий знак светофора. Включить бодикам у меня не... Ну я не успел этого сделать. 252-й статьей вы пользуетесь? Да. Я вам говорю, что я доказы должен оценивать на властный рост. Как вас величать? Вообще не понимаю. Полицейский. Младший лейтенант полиции. Ну закон о полиции. 18 статья. Пункт 3. Так вы же не попросили. Скажите, я предъявлю его. Ну я же должен это... Так, тем более... Сейчас полиция может стоять. Фесенко Игорь Вадимович. Вот так. Полицейский УПП в Харкейзской области. 0131-3193-9 соответствует. На что нарвемся? Девушка, можно ваше теперь службовое посвящение? А что это у вас в руках за прибор такой интересный? Водикамера. Водикамера. А что вы мне сейчас будете делать? Полицейский... Сазонова. Что-то знакомое. Юлия Юрьевна. 0131-936. Это же у вас, наверное, командир Мищенко, да? А кто? Нет, вы ошибаетесь. Ну я же могу ошибаться? Нет, естественно. А кто? Командир роты. Кто у вас? А зачем? Ну мне ж... Ну у вас какой-то интересный? Пожаловаться ему. Пожаловаться? На 315, Шевченко. Обращайтесь, жалуйтесь. Мы можем там встретиться с вами. Скажите, пожалуйста, вот эти действия с бодикамерой, что у нас сейчас происходит? Сейчас происходит то, что я посмотрю. Если у нас будут доказательства, будет рассмотрение дела. И сразу притянуто до відповідальности. Естественно. Давайте попробуйте сейчас. Я помню 3816. Там принципиально у них человека 130-й начали четвёртую делать. И даже не дали ознакомиться с паразакомом. Начали зачислить. Ну это... Не за что. А есть у вас визитки? Визитки нет, мы не раздаём. Подписывайтесь в Телеграме. А ну записывайте. Надзор Харьков. Вот видите, да? Рекламу, красавчик. Уважуха. А к вам, Юля, отдельная просьба. Да, я слушаю. Не нужно богиню включать на дороге. Да, надзор Харьков. Да, надзор Харьков. Никто не включает богиню. Нажимаю и всё. Да, это мой чат. Я владелецкий. Там сос или сос можно, да? Смотри, сразу тебе говорю. На камеру. Бухих, наркоманов, со стволами. Не отмазываем. Не отмазываем. Слушай, если человек... Репутация нам дороже. Я понял. Такой вопрос. У человека были приступы на нервах. Он принимает таблетки, кармава забит. Давай. Вот. И... Такой вопрос. Ему... Ладно, мы больше не задерживаем. Общайтесь. Всё, вы ушли. Да, мы уже обещали. Мы тут можем вас отпустить. Сейчас, минутку, чтобы я их не отпустил. Мы не уходим. Не-не-не, я сейчас... Вы скажите, кто остановил вообще эту машину? Я остановил. Вы остановили. Вы знаете, что есть решение Конституционного суда? Нема доказательств. Полицейский не может право заполняти трансзасоб. Правильно? То как вы... Как вы... Секундочку, можно перебью? Водитель и женщина очень сильно торопятся. У ребенка день рождения. Если вы хотите с ним общаться... Да они уже... Они уже приехали. Вы знаете... Они уже приехали. Вы... Если бы нужно, вы бы три часа обморожили. Вы заналили как-то личность. А знаете, как еще вы проще делаете? Конечно. Вы по номерам пробили и все нормально, да? Зачем по номерам? Нам человек предъявил водительское слово. А вы уверены, что это его водительское? В смысле? Ну, в смысле? Вы уверены в этом? Опять загвоздка. Скажите... Там фотография есть. И что теперь? Вам показать свою фотографию? Нет. Нет. Вы поверите, что это я? А вам на будущее? Вот вы говорите, мы установили по госномеру. Знаете... По госномеру что? Нет. По госномеру что? Автомобилю. Ну вы же пробиваете личность? Личность. Человека мы по госномеру не установили. Автомобиль не зафиксирован. А вы же сказали, говорите... Сейчас по одному. Вы же сказали, что вы установили личность. Попробили. Но не по номерам. Вадим. Вадим, спасибо. Мы полетели. Давайте, счастливо. До свидания. Не нарушайте. Не нарушайте. Давайте с проезжей части уйдем. В общем, народ, как-то так. Полицейские адекватные, вроде бы не... Как говорится, не быковали. Правильно? Ни в коем случае. Вот. Сегодня какого у нас? Четвертый батальон. Правильно? А рота у нас первая, что ли? Вторая. Вторая? Вторая рота. А что тут вторая рота делает? Это территория третья. Третья и первая может сюда заезжать. Кто вам такое сказал? Ну я им разнарядку сделал. А, нет. Если так... В общем, народ, все нормально. Люди уехали. Доказательств по делу нету. Поэтому вы знаете, что делать. Подписываемся на канал, ставим лайки. И особенно вступаем в группу Надзор Харьков. Все. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok